Защищать родину занятия очень сложные, но в тепле и комфорте становится чуточку проще. Чаще помогают те, кто ближе всего. Жены, сестры, мамы. Они регулярно общаются со своими героями и отправляют все по списку. С приходом холодов понадобилось много теплых вещей. Алена – жена одного из тех, кто прямо сейчас защищает честь страны, тестирует всю одежду для мужа на себе. Если ей тепло, то можно смело отправлять супругу. Мы собирали вообще-то на роту. Очень-очень много груза. Очень много. И продукты, и носки. Очень хорошо помогло в этот раз правительство, потому что в прошлый раз мы просто на взвод собирали. И правительство, и наши депутаты поучаствовали. Любящим женам помогают все, кто может. Депутаты, предприниматели. Фонд «Дарить добро» в стране тоже не остался. Жены бойцов обратились к ним за поддержкой, а те с огромным энтузиазмом откликнулись. Мы, естественно, откликнулись, потому что мы понимаем, что это очень важно. Мы видим ту, наверное, тревогу, с которой они готовят эти грузы. Как они еженедельно выходят на связь со своими супругами. Как они держат руку на пульсе. И самые острые потребности стараются в кратчайшие сроки исполнить и довести. Не остаются в стороне и сотрудники 49-й школы. Они вместе с учащимися и родителями собирают по крупицам все необходимое. В итоге получилось очень много. Полная машина. В преддверии Нового года дети не могли оставить своих защитников без праздничных открыток. Делали все сами, от души. И написали самые искренние пожелания. Дети пишут о том, как они восхищаются нашими солдатами, их мужеством. И буквально во всех письмах, конечно, пожелание, чтобы все вернулись домой, обняли своих родных. И в следующий раз, чтобы Новый год все отметили дома. Помочь может любой желающий, обратившись в фонд «Дари добро» напрямую или позвонив по телефону 72-77-28.